Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в Москве сразу после его возвращения из Германии. Какова вероятность возвращения казахстанских оппозиционеров Акежина Кожигильдина и Мухтара Аблязова из-за рубежа и какой была бы реакция властей? Бывший кандидат в президенты, политик Амиржан Касанов высказался о возможности возвращения Кожигильдина и Аблязова в Казахстан. Ситуация с Навальным в России стала триггером актуализации вопроса о возможном возвращении казахстанских политэмигрантов. Но не все так просто. Несмотря на схожий авторитарный характер систем власти Казахстана и России, все же у нас разные реалии во власти и ее инфраструктуре. Также Касанов отметил, что Аблязов и Кожигильдин – это две абсолютные весовые категории с разными бэкграундами и отношением как общества, так и составляющих системы власти. Даже в юридическом плане, возможное снятие судимости, которое могло бы позволить вернуться в страну, Кожигильдин стоит особняком от экс-банкира, к которому на самом деле есть претензии и по его деятельности в банковской сфере. Касанов подробно выделил отличия между Аблязовым и Кожигильдином. Акижан Кожигильдин был одним из самых успешных премьеров Казахстана. У него в политических вопросах более системный подход. Экс-премьер всегда выступал за реальное объединение казахстанских демократических сил, не выпячивая себя и поддерживая всех, кто смел выступать против власти. К тому же Кожигильдин не воровал миллиарды банка, обвинения, выдвинутые против него в конце 90-х, были смехотворными. Аблязов же был представителем волны молодотюрков, успешным бизнесменом и министром, у него недюжинный организаторский талант. Но ныне он, на мой взгляд, занимается личной политической вендетой в отношении Назарбаева и отдельных лиц во власти, никого кроме себя в оппозиции не видит. Такое ощущение, что чем хуже стране, тем лучше для него. Он, сидя за рубежом, призывает сограждан выходить на митинги, заранее зная, что власть будет жестоко их подавлять. Он хочет монополизировать оппозиционность, хотя это в принципе невозможно, общество, как и оппозиция, разные в стратегии и тактике. Его поведение не раз мешало реальному объединению оппозиционных сил, в том числе и на прошлых президентских выборах, где я принимал участие. Хотя, надо отдать должное его рвению по дискредитации власти, все же он долгие годы был в этой системе, и ему есть, что сказать о царящих внутри нее нравах. Нужно, чтобы он и дальше продолжал раскрывать тайны Астанинского дворца. В то же время, отметил Касанов, знания и опыт этих казахстанцев не были бы лишними для переживающей перманентной кризис страны. В первую очередь, я имею в виду Кожигильдина. Нашему правительству не хватает его умения собрать команду, принимать нестандартные решения, брать на себя ответственность и добиваться конкретных результатов. Есть и другие не менее достойные казахстанцы, вынужденные ныне жить за рубежом, которые могли бы принести пользу стране, вернувшись в Казахстан. Это тот же Серик Медитбеков, видный медиаменеджер. Хотя по большому счету все очень просто, в нормальной стране все без исключения граждане должны иметь право вернуться на родину и жить в свою радость. А на имеющиеся к ним претензии в нарушении закона должны отвечать на открытом и справедливом суде, который не должен быть политизирован. Касанов также рассказал о возможной реакции властей на возвращение этих фигур. Нужно понимать, что политические решения в отношении Кожигильдина и Аблязова принимались при Назарбаеве. Он все еще де-факто у руля власти. И не думаю, что он изменит свое отношение к ним. Также не думаю, что Такаев будет лоббировать их перед Йолбасы, ему бы себя защитить от нападок своих недоброжелателей накануне разворачивающего сериального транзита. Что касается реакции общества, то оно сегодня неоднородно. Даже оппозиционно настроенные граждане сегментированные различаются не только в подходах в ведении борьбы с режимом, но и в отношении к тем или иным персонажам. Поэтому сложно говорить о каком-то едином для всех порыве поддержки или оторжения конкретных фигур. Продолжение следует... ... 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